66 день после травмы колена всем интересующимся привет ну теперь понятно что травму колена можно уже называть не просто травмой а повреждением медиального мениска по типу ручки лейки я так понимаю где-то вот здесь как здесь за как еще заметно здесь вот что-то сохраняется наверное я так думаю выпад просто на что-то другое я подумать не могу и получается что держится вот это уже два месяца с лишним на этом колени такого здесь нету вот на 38 день после травмы я ходил к ортопеду в эксперт вот такое заключение при последнем визите к травматологу ортопеду здесь ничего собственно изменилось повреждением идеального мениска по типу ручки лейки ну и так далее кто захочет может прочитать колено мне даже толком смотрите не стали вернее вообще не стали никак смотреть сказали что все и так ясно и что мы наконец нашли причину почему там лекарства какие-то не действовали хотя в принципе и подозрение на повреждение мениска было поставлено еще при первом визите ну вот теперь обратная сторона показано хирургическое лечение больше ничего другого и нет теперь прошу извинить меня зрители из других регионов сейчас будет информации больше для тверичей и жителей области и сравнительно небольшой город ну где-то 412 тысяч населения и самой тверской области где-то миллион двести всего человек то гораздо меньше чем самой москве на такой город всего одна бесплатная получается клиника это тверская государственная медицинская академия вот и еще две клиники предлагают за деньги называют цену например в эксперте 50000 хотя на сайте у них написано 35 ну и клиника фамина она еще там дороже сказали чуть ли не до 90 тысяч вот чтобы попасть в эксперт надо записаться вот к левкину которому попасть совершенно невозможно то есть на месяц записи нет уже допустим в начале месяца приходите записи нет на следующий месяц нет расписания поэтому я надеялся сделать в эксперте может за деньги побыстрее но пришлось звонить в клинику тгма здесь уж старый вид название тгму это университет на самом деле тверская государственная медицинская академия вот и ну вот на этом пока все по относительно вот этого визита к травматологу ортопеду попозже я остальном расскажу а на 46 день я попал в поликлинику тгма по записи к ортопеду хирургу поликлиника тверской государственной медицинской академии вот сюда я сегодня пришел травматологу ортопеду вообще далековато находится для твери можно сказать что это у черта на куличках но в принципе район как жилой ну как бы на окраине города посмотрим что мне здесь сегодня скажут идем на третий этаж к травматологу ортопеду теперь о самом разговоре с врачом больше всего удивил что он даже не стал смотреть диск с мрт хотя и кстати диск на всякий случай еще на флешку переписал данные с него и даже посмотрел свое мрт на флешке выглядит конечно ну интересно для непосвященного хотя не очень то и понятно ну либо если какие-то понятные вещи тут не уверен насколько так правильно их понимаешь вот это мрт моего левого коленного сустава то я поясню с диска перенес на флешку и сейчас флешки смотрю уже на своем компьютере эти какие возможности здесь есть посмотреть чтоб колено тут очень много ракурсов но не специалисту здесь конечно непонятно ничего конечно на первый взгляд еще называет от и это область некоторые беспокойство почему то что здесь белая а здесь куда разрыв вроде бы черная посмотрим еще что тут можно сделать вот видите сразу как много но любой участок можно выбрать вот со всех сторон это я так для ознакомления показал чтобы люди знали как выглядит мрт и что видит врач но думаю этого достаточно когда я предложил значит врачу посмотреть диск то он сказал что у них стоит антивирусная какая-то программа в общем любые внешние носители будь то диск флешка она просто не пропустит и затребовал от меня просто описание мрт я конечно высказал по этому поводу удивление но на что мне было отвечено что они не могут не доверять описание мрт а если что то смогут посмотреть видео и у себя там где-то в операционной что ли я не знаю и на какие то мои вопросы он не стал отвечать потому что сказал что мои травмы не видел как бы изнутри что ли вот так вот то есть вопрос какого характера долго ли я так прохожу не разнесет ли больше все что меня беспокоило что вот этот поврежденный мениск будет травмировать сустав и дотрет удока до кости он сказал может может дотрет может не дарит но как-то так врач я ничего не скажу разговаривал очень нормально квалифицированно как-то мне на мой взгляд вежливый доброжелательно говорить зря не буду вот и назначил мне сразу же только взглянув на это описание назначил мне день мрт у мрт извиняюсь день операции за день до этого я должен был буду прийти со всеми сданными анализами на ну и оформиться в стационар то есть один один корпус там поликлиника на другой корпус стационар и потом не уже буду делать операцию и что еще поразило меня это какие-то разные трактовки в определениях сейчас я вам объясню вот опять разрыв мениска по типу ручки лейки и врачом не было сказано что раз вы вот так ходите и у вас колено как-то более-менее разгибается достаточно долго проходили то скорее всего у вас диагноз совершенно ну не совершенно просто не не точный что ли и вот трактуется везде разрыв по типу ручки леки вот так вот просто вот эта трещина а со слов врача получается что для них разрыв по типу ручки леки это когда вообще вот этот кусок напрочь вот так вот оторван и он попадает под сустав заклинивает сустав бывает иногда что он очень удачно отрывается и как быть под сустав не попадает и человек вроде бы даже и нормально ходить может но для этого он сказал врач что вам должно очень вести в лотерею сказал так же что у нас плановое лечение что вы такие операции не сложно как бы не сложно и делают они их то ли раз в неделю я вот честно говоря точно уже не помню если кто-то вас возьмет за там в другую в другую место вместе окажетесь то пожалуйста но место на этих называть не стал ну дал мне список анализов чем мы и разошлись вот такой список анализов дали мне для подготовки к операции вот здесь что обведены те и надо сдавать мы перечислять я не буду задержу немножко виде кто захочет можете прочитать так ну или на паузу поставить если что чтобы тут видео не затягивать в принципе здесь то все понятно самое интересное идет немножко дальше вот так вот вот обратите внимание написано костыли подмышечные и они не обведены так вот так мы сделаем сейчас зато обведены памперсы четыре штуки вот и думаю после этого не сколько я видео смотрел а памперсах никогда не слышал вот я знаю что другой человек ходил в эту же поликлинику правда к другому доктору и там ему костыли наоборот обвели или сказали либо трость но здесь не знаю может быть здесь такой подход что как сказать например тебя привозят и ты должен там лежать вообще никуда не ходить на на следующий день уже костыли не понадобится хотя там считается что это не такая у них операция серьезная как бартероскопия возможно одного дня хватит вот так вот не знаю но хуже будет если доктор например просто перепутал вместо костыля вёл подгузники хотя они здесь в несколько разных местах находятся но уж я решил что посмотрю где в твери прокат и если что успею съездить тогда за костылями если что-то случится вот ну бинты понятно станки для бритья хотя я тут предпочитаю лучше не станком сделаю дома наверно кремом для депиляции для эпиляции поскольку когда-то я уже пользовался им когда на колено надо было накладывать кинезио тейпы и крем лучше чистить чем очищает от волос чем бритва да и волосы после него гораздо дольше отрастают вот так вот ну вот наверно с этим все и по сути дела операция мне была назначена на то есть не на на господи запутался в словах уже трудно без сценария говорить на восемьдесят девятый день после травмы колена то есть через три месяца мне ее только сделают после того как я травму получил и вот я у него был в сорок шестой день и заключение написал уже застарелые повреждения мениска слева и код болезни м23.2 выписал аертал 100 миллиграмм в сутки но это я так понимаю обезболище но выписал ты выписал а сказать про это не сказал и аертал я этот не принимал не собирается потому что так много всяких обезболище само по себе колено не болит она скорее всего ноет что я еще делаю сначала я мазал мелоксикам когда кончился у меня мелоксикам купил вот артроксикам который мне когда-то выписывали ну купил скорее ради интереса потому что он дороже чем мелоксикам видите 50 грамм 571 рубль не так уж и дешево я уже в прошлом видео по моему упоминал или в каким в каких-то из прошлых видео я точно не помню что отличается артроксикам от просто мелоксикам что здесь так на видно это опусируйся перца стручков плодов настойка что по действию если мелоксикам вернее что там был не мелоксикам а опять название забыл на как-то называется амилотекс крем то есть не крем а гель это а вот здесь уже просто мазь и наносится немножко легче и если намазать и вот я когда на работу одевал наколенник причем обычный такой тряпичный наколенник и сверху еще такой навороченный там застежками со всякими железом здесь чтобы то через некоторое время начинал на работе прям печь первый раз когда я вот так так пошел на работу даже не понял что происходит с ногой причем так пекло так основательно ну жгло слабо как потом сказать что я думаю что если так долго будет то в принципе там ожог может получиться через какое-то время конечно понял что это крем все таки но вот странно если просто намазать этим кремом никакого такого жжения я не буду чувствовать и даже если я один наколенник простенький одену то тоже ничего такого не происходит а вот если уже такой основательный кстати в инструкции написано что если сделать повязку то будет лучше но повязка там нужна такая вот об обезболивающих действиях я тут не берусь говорить потому что все люди разные и как бы рекомендовать что-то не могу кому-то может с перцем подойдет кому-то может и без перца подойдет и кому с перцем может вообще что-то там будет тут я не ни в коем случае не берусь рекомендовать и даже вот каких-то обезболивающих действий я не могу сравнить потому что я скорее всего делал на всякий случай потом как-то мне надоело артроксикамом мазать но потому что все-таки это мелоксикам все-таки такой противоуспалительный препарат к чему он относится то к нестероидным просто противоуспалительным аппаратами препаратом как я понимаю я купил димексид димексид обычно продается он в таком в жидком виде его надо на тряпочку наносить потом это или на бинт какой-то этот раствор делать все время свежий и обматывать потом целлофаном это достаточно нудно и вот совсем недавно я так понимаю ну не сильно интересовался но вот раньше какого не было что его стали выпускать в форме геля на сустав он тоже в принципе хорошо действует вот 50 грамм стоит где-то я не помню 300 что ли с чем-то рублей или 500 ну тоже такая штуковина дешевая в принципе цену то эту можно найти тоже гель вот ну мажу я ну как то не знаю тоже эффект особо не вижу но и при практически не болящих суставах суставе не знаю какой эффект должен ощутить я скорее всего это делаю для какого-то успокоения чтобы ну возможно он не даст развиться какому-то воспалению поскольку у меня работа все-таки постоянно на ногах перевозишь полутонные грузы и ну то есть на работу я ухожу вроде у меня нога нормально чувствует себя и по лестнице я спускаюсь хорошо и вот а оттуда уже конечно идешь она такая поднывает так что если кому интересно вот посмотрите на это это не только на колени это вот ногтевые суставы хорошо пальцы там я не знаю ну так по крайней мере о нем отзываются что у меня еще вот есть куркумин с пепперином вот он как противовоспалительный для суставов хорошо ну и вообще пишут что он очень хороший когда-то я покупал эволаровский эволаровский ну уж очень дорогой месяца два я его пил покупал я его не для суставов а просто как бы ну интересно мне что ли было как он подействует ну сразу скажу ничего такого не почувствовал и не знаю что должен был чувствовать ну собственно говоря вот от этого то я тоже не знаю что вот удобно что одна капсула в день такие вот там как показать вон желтые они проверить конечно куркумин там куркума что там находится это как бы не представляется возможным поскольку это бат какие-то люди в отзывах пишут не обязательно про это вообще им кажется это куркума а не куркумин как они отличают не знаю ну вот по цене как вот этот самый такой нормальный хуже я думаю не будет я как кстати пытался куркуму с перцем мешать именно куркума а не куркумин и с медом чтобы он не такой противный был но надолго меня почему-то это не хватило как-то рассасывать надо весь рот желтый и в общем забросило это дело ну вот купил для сейчас я именно для суставов приобрел это потому что ну пускай будет так потому что еще и вторая нога напрягается из-за того что это как бы короче не разгибается что еще есть есть вот такой вот коллаген здесь тоже выбрано не могу обычно использовать выражение цена-качество но качество я тоже здесь проверить невозможно вот просто потребитель качество таких товаров проверить ну никак не может наверняка это не говорит ни в коем случае о том что они некачественные но вот здесь я скорее выбирал по цене и количеству того что там находится потому что это мсм глюкозамин хондроэтин гиалуроновая кислота ну и витамин c без которого я так понимаю гиалуроновая кислота хуже усваивается ну и тут такие пропорции достаточно неплохие не знаю тут наверное не стоит показывать особенно можно найти этот сан санфлавер они много что делают на зоне он есть на валберес ну и везде наверное до этого я как-то принимал в таблетках другой фирмы там таблетки уж очень большие как-то мне не понравилось очень много глотать причем я замечаю что если в таблетках это все по отдельности покупать дозировки будут гораздо выше чем если покупать в таблетках не по отдельности а как бы там пять в одном например поэтому не знаю тут на на что рассчитывать но если по отдельности покупать это конечно ну очень дорого получается неизвестно было бы чтобы я бы не принимал скажем так проверить это конечно невозможно но надеюсь что он как-то действует что мне еще останется значит сдать анализы ну и потом я наверное сниму еще одно видео потому что сейчас часто снимать особо смысла не вижу ничего не изменится сейчас мне до операции осталось двадцать три дня на этом заканчиваю всем здоровья и до следующей встречи субтитры